В Ешкарале назвали лучшие туристические сувениры Приволжья и Урала. В столице Мариел состоялся финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». На суд жюри и зрителей свои работы представили более 500 производителей, ремесленников, мастеров народных промыслов из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Лучшие из них примут участие в общенациональном финале, который пройдет в Торжке. Кто же отправится бороться за победу в Тверскую область? Расскажем далее. В четверг на сцене Марийской госфилармонии наградили лучших мастеров рукотворного творчества, специализирующихся на изготовлении сувениров. В течение двух дней в Ешкарале проходил финал окружного этапа конкурса «Туристический сувенир». В фойе Русского драматического театра можно было увидеть самые интересные вещицы из Башкортостана, Мордовии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областей и других регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Немало было участников и из нашей республики. Это авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи, компании, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее идею. Предоставленную продукцию оценивали по нескольким номинациям. Этнографические и событийные сувениры, гастрономические подарки, игрушки и многое другое. От Мариэл в шорт-лист конкурса попало 66 заявок. Среди них Людмила Жирова с проектом «Бандериада». Фестиваль сатиры юмора «Бандериада» – это у нас в республике Мариэл хорошо знакомое событие. Всем, не только жителям города Казмодемьянска, очень много гостей приезжает. И, конечно же, как на любом мероприятии, на любом событии, люди хотят увезти с собой частичку этого мероприятия, чтобы потом вспоминать, может быть, возвращаться к нам еще и еще. И чувствовалось, что нет какой-то одной линейки сувениров, которая бы удовлетворяла разную ценовую категорию и разные интересы наших посетителей. Поэтому мы решили, подумали, что же будет интересно, что могло бы использоваться в быту. Потихонечку начали разрабатывать такую линейку. Сейчас работа идет над мерчем. То есть мы хотим сделать прямо отдельную линейку, которая будет характеризовать наш фестиваль, будет везде, во всем. И будет также продвигать при помощи сувениров наши мероприятия, о котором будут узнавать дальше и дальше. В список финалистов окружного этапа вошли 511 изделий от участников из 20 регионов Урала и Приволжья. Конкуренция была очень серьезной. В России сегодня настоящий бум внутреннего туризма. Поэтому активно развивается и производство туристических сувениров. При грамотном подходе это действительно выгодный бизнес. Сосновая шишка в шоколаде родилась не просто так. Мы являемся туроператорами маршрута, эко-маршрут «Оленей ручьи» на рельсном автобусе «Орлан». Это Екатеринбург, Средловская область. Наш, так скажем, любимый красивый парк «Оленей ручьи». На маршруте у нас есть один из объектов показа. Это огромная, красивейшая, старинная 300-летняя сосна, которая ровесница Екатеринбурга, даже, наверное, чуть старше Екатеринбурга в этом году. 300 лет как раз вспомнилась. И туристы, когда возвращаются с маршрута, помимо всех других объектов, которые они посмотрели, увидели сосну, и им как раз на память такой вкусный десерт «Вяленая шишка в шоколаде». Сделать выбор членам жюри было не просто. Лучшими из лучших стали «Сосновая шишка в шоколаде» из Екатеринбурга, «Плед. Мой город» из Перми, а также «Марийская бандериада». Победители окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» ждут в Торжке, где пройдет общенациональный финал. Состоится он в начале декабря. В его рамках будут представлены туристические сувениры мастеров и производителей со всей страны. Удастся ли марийским мастерам составить конкуренцию коллегам из других регионов, узнаем через несколько месяцев.